В эту субботу у ваннослужащих срочной службы офицеров, прапорщиков, сержантов и контрактников в руках были не совсем привычные атрибуты. Грабли, мётлы и лопаты стали основными помощниками для каждого, кто принял участие в субботнике. А это порядка 300 человек. Не за горами зима, поэтому, чтобы вот это всё, листья, которые нападало, убрать, чтобы помочь немножко крепости, потому что работников здесь не очень много. Мы с офицерами, с командирами частей гарнизона приняли решение на совещании провести вот такой субботник, в том числе посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Площадь Брестка-Цитадели внушительная, но, несмотря на это, в задачи военных ходило привести в порядок как можно больше территорий. Они собирали листву, убирали ненужные ветки и мусор, расчищали дорожки. Военнослужащие разных званий и возрастов вместе делали большое дело, помогали сделать облик священного места ещё красивее и аккуратнее. Вообще, субботник – это такая приятная возможность отвлечься от боевой работы, провести время на свежем воздухе, не особо у себя утруждая, привести город в порядок, потому что ведь все вместе мы здесь гуляем, находимся постоянно, приятно гулять в чистых местах, где всё убрано красиво. Это, опять-таки, возможность выехать в город, проехаться где-то, посмотреть, что нового в городе. На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» не единственное место, где военнослужащие прикладывали свои усилия. В районе пятого форта тоже проводились активные работы по благоустройству не только снаружи, но и внутри. К слову, субботник для военнослужащих – 38-й отдель. На десантно-штурмовой бригаде дело привычное. Это постоянно, каждую субботу, даже по будням бывает, нас выгоняют куда-нибудь, помогать людям обычным, убирать на улицах, убирать где-нибудь в общественных местах, что-нибудь рубить, носить и так далее. Какое-то разнообразие, увидеть внешний мир, интересно, люди хорошо относятся. Наведение порядка на территории пятого форта сейчас особенно актуально. В ближайшем будущем, в январе, после реконструкции, свои двери распахнет музей.